На сегодняшнем докладе я хотел бы сделать некоторые введения в то, что я назвал наукой сознания, по аналогии с наукой логики Гегеля. И сделать некоторый обзор, некоторое сравнение своих размышлений с размышлениями на аналогичную тему Гусерля. Как известно, у Гусерля был проект чистой феноменологии, либо он ее называл трансцентальной феноменологией. И его мысли чем-то пересекаются с моими размышлениями. Было бы интересно сравнить, в чем наши позиции совпадают, а в чем наши позиции расходятся. Давайте для начала разберемся еще раз с некоторыми тезисами, которые можно отнести к тому, что я назвал наукой сознания. Причем я назвал это наукой сознания, поскольку сейчас у меня нет другого термина, для того, чтобы правильно объяснить, в чем состоит, который бы правильно указывал на сущность этой дисциплины. Я указываю просто на то, что есть некая аналогия, достаточно близкая, связанная с наукой логики Гегель. Если наука логики занимается мышлением, и предельным выражением этого мышления является логика, то наука сознания занимается сознанием, и предельным выражением этой науки является феноменология. Собственно, разница, которая здесь существует, у этой разницы нет у Гегеля. Почему? Потому что у Гегеля мышление и сознание тождественной сущности. Они в чем-то различаются, но в сути своей, в том, в чем должна состоять философия, а именно мышление и мышление, мышление и сознание схлопываются и являются одним и тем же. Собственно, все различение, которое делается между наукой и сознанием, и наукой логики, состоит в том, что мы различили изначальные посылки мышления и сознания. Поскольку мы это различаем, поскольку различаются эти две науки. У Гегеля есть некая предпосылка науки и сознания. И феноменология духа можно было бы назвать в каком-то первом приближении началом этой науки. Я уже говорил о том, что зачем нужна такая наука, поскольку существуют такие сущие, как сознание, как субъекты, и эти сущие должны бы рассматриваться иначе, чем в иной логике, в иных категориях, если так можно выразиться. Хотя слово «категория» относится именно к вещам, да, в иных понятиях, чем вещи. Ну, я на прошлый раз об этом говорил. Какие тезисы относятся, какие тезисы из нашего рассмотрения сознания можно отнести к тому, что я называю предварительно наукой сознания, да? Первый тезис, который я долго рассматривал, долго изучал, он состоит в том, что в сознании есть нечто пространственное. Это означает, на самом деле, что, когда мы говорим о сознании, необходимо рисовать некую пространственную схему. То есть для того, чтобы отобразить сознание, необходимы некие пространственные координаты. Невозможно сознанию выразить в логических категориях. И вот поэтому, когда мы говорили о единичном сознании, да, вот, я рисовал такое представление, есть некая сфера сознания. Сознание. И эта сфера сознания, она внутри себя различается. На фокусное сознание и на периферическое сознание. Собственно, движение фокусного сознания я называл то, что мы воспринимаем как воля. Мы, как бы, свою волю, свою свободу воспринимаем тем способом, что вот у нас есть некий фокусное сознание, и мы его можем перемещать. То есть способ, как мы перемещаем его, мы воспринимаем как собственную свободу. Это для единичного субъекта, единичного сознания. Но, когда мы переходим по всеобщему сознанию, то у нас вот это фокусное сознание исчезает, и у нас это сознание становится однородным, то есть сфера сознания. Сознание становится однородным, и, собственно, нам нет необходимости прибегать к такому понятию как субъект. Потому что мы могли для единичного субъекта фокусное сознание рассматривать как собственный единичный субъект, а здесь фокусного сознания нет, и, собственно, термин «субъект не нужен», и, собственно, субъект объектное различие, оно, как бы, не нужно. Но, помимо того, что оно не нужно в таком простом рассуждении, собственно, есть, и дальше мы с этим вопросом разберемся, есть определенного рода тезисы, согласно которому субъект объектное различение, оно существует только для единичного субъекта, единичного сознания, и мы не имеем права спускать это различение, это психологическое различение в область всеобщности, то есть в области всеобщего сознания. То есть в области всеобщности такое различение вызывает некоторого рода проблемы, которые мы тоже обсудим. Поэтому, чтобы эти проблемы избежать, лучше просто использовать другие термины. Да, вот эти те, какие другие термины мы используем, это мы переходим на поле деятельности Гегеля. То есть вот если Кант, допустим, пытался, и Кант, и Гусер, как мы потом покажем, пытался все-таки рассуждать о трансцендентальном субъекте, то есть он пытался распространить понятие субъекта из единичного субъекта и применять его также и для поля всеобщности, то есть говорить о том, что в науке тоже возможно представление о некотором субъекте, который мы называли всеобщим субъектом, то Гегель показывает, что такое представление некорректно, и требуется введение некого другого, других терминов, и эти другие термины являются всеобщее сознание. И да, существует существенное различие между этими рассуждениями. Вот это первый тезис нашей науки сознания. Второй тезис. Второй тезис как раз связан с тем, что сознание, как особое сущее, должно рассматриваться под особыми понятиями. Сознание должно рассматриваться не под категориями, под которыми и рассматриваются вещи, а под какими-то особыми понятиями. В прошлом раз я дал предварительный намек на эти понятия и сказал, что под некими формами, формообразованиями. Формами или формообразованиями. Образованиями сознания. Что это такое? Формы или формообразования сознания – это некий целостный опыт. Целостный опыт. И в этом опыте, в каждом из таких опытов, опыте сознания предстает в некотором освоем существенном аспекте, да, оно как бы высвечивается. И многообразие таких опытов представляет собой вот то, что можно было бы это выразить, как некоторый способ, каким сознание предстает перед нами под определенного рода понятием. Ну вот, допустим, если брать за основу философию Гегеля, то там есть следующие виды формообразования сознания. Такой целостный опыт, как восприятие, допустим, рассудок, разум, самосознание, дух. На самом деле в Гегеле дробление является более подробным, более, более, еще более мелким, да, еще более, как будто, более детализированным. Нам важно здесь, допустим, обратить внимание на два понятия разума и рассудок, который ввел, различие которого ввел прежде всего Кан. Именно Кан обратил внимание, что вот есть два вида мышления. Вот есть конечное мышление, с которым связано рассудок, есть бесконечное мышление, которое связано с разумом. Если рассудок рассматривает, если рассудок, есть мышление, которое направлено на опыт, если рассудок, собственно, составляет на предметы созерцания, если рассудок, это есть некая работа, которая осуществляется, согласно Канту, для того, чтобы именно и получить то, что мы называем опытом, то разум, он пытается, исходя из собственных каких-то принципов, двигаясь в некоторой своей среде, среде чистых понятий, получить новые знания, исходя только из собственных возможностей, исходя из собственного, исходя из чистых понятий, исходя из чистых принципов. Но это различие нельзя рассматривать, как показывает уже Гегель, нельзя рассматривать только как различие предмета. То есть есть некое единое мышление, и это мышление разбивается согласно своему применению. Либо оно применяется для конечных предметов созерцания, либо оно применяется для безусловных, как говорит Канта, или бесконечных, как говорит Гегель, предметов разума, предметов мышления. Ну, такими предметами являются душа, мир как целое и абсолют. На самом деле, как показывает Гегель, различие рассудка и разума является более глубинным. Оно является не только различием со стороны своего применения в смысле мышления, но оно является различием со стороны формы существования сознания. Это вот сознание, которое существует на рассудочном уровне, это один вид сознания. Есть как бы другой вид сознания, сознание, которое находится на разумном уровне. Ну, и точно так же есть некий опыт и форма существования сознания, такой как восприятие, самосознание, дух и прочее. Я только выписал наиболее фундаментальные формообразования, в которых сознание высвечивается в различные образы, существенно различный образ. Потому что здесь, конечно, можно было бы говорить о представлении, можно было бы говорить о воображении, и это все было бы точно так же существенно. И каждый подобного рода опыт, в котором выступает сознание, он является своеобразным, и в каждом таком опыте сознание высвечивается с определенной стороны своих возможностей. Вот это второй тезис, который можно было бы отнести к тому, что мы называем, точнее, то, что я пытаюсь назвать, наукой сознания. Эта наука должна быть именно чистой наукой, наукой наподобие науки логики Гегеля, только относиться к мышлению, то есть относиться к сознанию, а не к мышлению. На основе того, что я сейчас сказал по поводу целостных опытов, таких как восприятие рассудок, разум и самосознание дух, можно было бы выдвинуть третий тезис, который я в дальнейшем буду развивать, который сейчас я высказываю предварительно, для того, чтобы просто обозначить некоторые координаты, этот тезис состоит в том, что всякий опыт, который существует у нас, есть опыт сознания. Всякий опыт, есть опыт сознания. Иначе говоря, сознание, есть именно та инстанция, которому дан опыт. То есть сознание является чем-то свидетельствующим. Сознание – это свидетельствующая инстанция. Ну вот как в современной физике существует система координат, которую необходимо вести для того, чтобы вообще указать на то, где мы находимся и что происходит. Для того, чтобы как бы картину физического явления привести к некоторому единству, привести к некоторой системе отчета, к некоторому измерению. Точно так же сознание является той системой отчета, по отношению к которому все остальное становится чем-то осмысленным. Становится тем, что можно было бы, например, назвать опытом. Если бы сознание не было бы такой свидетельствующей инстанцией, а она такой свидетельствующей инстанцией может быть только на том основании, что она есть некая всеобщность, но всеобщность другого типа по отношению к тому, каким выступает мышление. То есть мы говорили о том, что есть два вида всеобщности. Всеобщность сознания в свое время. Всеобщность сознания. И она связана с тем, что сознание сохраняет себя во времени. Что сознание есть нечто, не является точкой во времени. Что сознание есть нечто, что как бы остается равным самому себе. И благодаря тому, что сознание является равным самому себе, возможно такой опыт, как я говорил, так как внутреннее сознание и время. То, что, кстати, очень важно для гуси. А всеобщность, которая говорится в мышлении, есть всеобщность понятий. Или логическая всеобщность. Всеобщность понятий. В чем логическое все? В чем разница? Собственное сознание связано с самым конституированием того, что можно было бы назвать единством. Как единством самого сознания, так и единством вещей, единством объектов. А всеобщность понятий уже работает на основе этого единства. И всеобщность понятий возможна только благодаря тому, что перед применением понятий уже поработало сознание, как у Канта. Для того, чтобы понятие могло быть применено к предметам созерцания, необходимо, чтобы сознание, как самосознание, выступило в некой единстве своей перцепции. То есть работа трансцендентальной перцепции позволяет мир свести к некому единству. На самом деле у Канта, и это тоже требует еще отдельного размышления, мы не будем просто по этому пути сейчас идти, потому что это немного отвлекет нас в сторону. У Канта есть различия между эмпирическим субъектом и трансцендентальным субъектом. И получается так, что эмпирический субъект тоже обладает единством, но единство эмпирического субъекта обеспечивается трансцендентальным субъектом. То есть, собственно, трансцендентальный субъект – это и есть способ, каким эмпирический субъект является чем-то единым. А всеобщность понятия – это логическая всеобщность, это всеобщность, в которую выступает, допустим, род и вид. Иначе говоря, различные виды подводятся под некое единство рода. И вот это логическое единство и логическая всеобщность, она отличается от всеобщности сознания, поскольку в всеобщности сознания есть некая реальная единство, которая осуществляется в опыте. Мы сохраняем себя во времени, мы остаемся теми же самыми. Я является я, оно как бы сшивает различные моменты времени и удерживает себя в неком единстве, несмотря на то, что изменяется опыт, несмотря на то, что протекает время. А логическое единство, оно просто подразумевает, что некоторое многообразие может быть подчинено единству понятия и сведено в каком-то своем аспекте к этому понятию. И вот это вот различие на самом деле в всеобщности сознания, в всеобщности понятия, в всеобщности мышления, оно существенно. Его, например, не замечает почему-то Гегель. И вообще говоря, на основе этой различия этого всеобщности как раз и происходит различение сознания и мышления. Так вот, свидетельствующая инстанция, она возможна только в силу того, что у сознания есть нечто, что сохраняется во времени, да, что оно есть нечто, вот как система отчета. Есть нечто, от чего можно отчитать все остальное. И мы говорили о том, что переживания, они как раз отчитываются, что такое переживания. В переживаниях проявляется временность, наша внутренняя временность. То, что мы называли опытом проживания самого себя, либо проживания бытия, или сознания внутреннего времени. Эти все различные формулировки, они указывают на один и тот же опыт, на то, что я называл опытом Я. Некий опыт Я, собственно, он лежит в основе всякой философии, всякой философии субъекта, или философии сознания. Вот этот опыт Я, он возможен только потому, и вообще только потому, возможно, внутреннее время, да, в отличие от внешнего времени, если так можно выразиться, да, астрономическое время. Поскольку существует такая инстанция, как сознание, да, относительно которого, которое стоит во времени, вот сознание стоит во времени, я рисовал ее вот таким уступом, да, и поскольку сознание, как система чего-то встала во времени, все остальное, относительно нее, начало двигаться. То есть, иначе говоря, движение всего остального, относительно сознания, есть просто способ, каким существует сознание. А именно сознание само стоит во времени, да, оно само себя во времени сохраняет, а все остальное движется. Вот это все остальное, например, переживание, это наиболее мобильные движения, которые в нас осуществляются. Вот переживания как раз движутся относительно сознания, и мы отчитываем время, как раз опираясь на интуицию переживаний. Поскольку у нас вообще есть переживания, то мы можем отчитывать некоторое внутреннее время. И чем интенсивнее переживание, тем для нас время становится как бы более интенсивным. То есть, собственно, вообще говоря, интенсивность проживания внутреннего времени, она связана как раз с тем, что случается с нами, что случается с переживанием. Вот это вот третий тезис, который можно было бы отнести к тому, что я назвал наукой сознания Ну и четвертый тезис, который, собственно, венчает дело Он состоит в том, что субъекты объектные различия, которые мы наблюдаем на уровне единичного субъекта Которая на этом уровне существенна, да, и которую мы переносим, пытаемся перенести в антологию метафизику Вот это субъекты объектные различия, на самом деле, на уровне науки сознания, оно не существенное Оно перестает быть существенным То есть субъекты объектные различия элиминируются И вот как раз с этим последним тезисом будет связана некая моя полемика Как раз Гуссерль, да, как раз Гуссерль в своих исследованиях, посвящен трансцендентальной феноменологии Пытается рассуждать о чистой феноменологии, да, в которой существует вот некий чистый субъект Да, чистый или трансцендентальный субъект И мы теперь, мы как бы на основе того, что высказывает Гуссерль Попытаемся развить, во-первых, собственное содержание науки сознания А с другой стороны, как бы, попытаемся наложить представление, рассуждение Гуссерля на сетку наших понятий Ну, я хотел сразу сказать, что, как бы, пока мы в нашем исследовании движемся в некоторых достаточно плавающих понятиях Да, мы пытаемся, потому что мы пытаемся работать с самой сутью дела Не фиксироваться на способе его изложения Да, я понимаю, что из-за этого, возможно, иногда сложно воспринимать то, что я говорю Но на самом деле я очень часто повторяюсь, да, и говорю одно и то же, просто в различных контекстах Для того, чтобы указать некую общую, общую логику всего рассуждения Собственно, эта логика внутренняя, она есть И когда дело дойдет до ее более точной экспликации Необходимо будет выработать все понятия Необходимо будет как раз вот зафиксировать их в каких-то точных словах Вот как раз Гуссерль это умел делать Да, Гуссерль как раз отличался тем, что он умел выдумывать разнообразные термины Иногда это у него получалось очень красиво, иногда коряво Но тем не менее, как мне кажется, философия отметился тем, что благодаря своему умению работать со словом Он вошел в философию как новатор, как философ, который как будто бы сказал новое слово На самом деле философия полностью ложится в поле деятельности таких философов, как Декарт, Кант и Гегель И в чем-то даже уступает, скажем, Гегель Ну давайте попытаемся разобраться с гуссерльскими терминами Ну прежде всего Таким важным термином является разнообразная его редукция Редукция Действительно, Гуссерль заметил, что феноменолог находится в сфере мышления или сфере сознания Но в любом случае он не занимается тем, что не высмотрел в непосредственно сущий, как оно есть в живом опыте То есть на самом деле, всякий раз феноменолог имеет дело с некой редукцией Он имеет дело с некоторым положением дел, которое он получает в рефлексии Редукция связана с рефлексией, с такой простой процедурой, как рефлексия В чем она состоит? Она состоит в том, что есть некая первичная данность И по определенному правилу, благодаря некоторой процедуре Эта первичная данность переводится в некую вторичную данность Вот это я как бы рассказываю общее представление о том, в чем состоит редукция То есть редукция есть как бы попытка свести некую первичную данность к чему-то Некой вторичной данности Причем это вторичная данность уже находится Если первичная данность, допустим, находится в некоторой сфере непосредственно живого опыта То вторичная данность, она находится в мышлении Вот это вот сведение и представляет собой редукцию Причем редукция всегда, конечно же, упускает все многообразие содержания Оно рассматривает всегда то, что представляет собой первичную данность в некотором аспекте Вот, например, у нас есть феноменологическая редукция Редукция отличается по названию в зависимости от того, на что именно они направлены Вот феноменологическая редукция Она, собственно, переводит в первичную данность многообразных ощущений Многообразных представлений в нечто, что мы называем феноменом То есть у нас есть некая первичная данность Первичная данность Но эта первичная данность, она... Ну, допустим, как я вижу стол Да, я вижу стол всегда в некой перспективе Да, всегда как-то в профиль вижу И для того, чтобы этот стол рассматривать как феномен Я должен осуществить не какой-то ни один опыт Многообразные опыты То есть я должен восстановить в опыте Как бы вот некую целостность этого феномена Поэтому феноменологическая редукция, если вот перевод этих первичных данностей Многообразных опытов, да? Опытов В некое единственное феномен То, что мы называем феноменом Ну, это феноменологическая редукция Дальше у него есть и эдетическая редукция Эдетическая редукция Эдетическая редукция Переводит, собственно, феномен Который представляет собой некий пример сущности Да, некого рода единичность Он переводит его в некую сферу всеобщества То есть рассматривает уже феномен со стороны своей сущности Ну и дальше у него существует еще трансцендентальная редукция Которая относится Подобным же образом относится к я Да, он переходит от А именно надо Переводит эмпирическое я Да, я, которое мы преднаходим в опыте Трансцендентальной Значит, смысл всех этих редукций состоит в том Что когда-то я называл понимание Я говорил о том, что такое понимание Понимание это движение Которое переводит то, что требуется для понимания В нечто, что понятно Первое, второе Понимание И в этом понимании всегда совершается некая редукция Потому что то, что первое, что требует своего понимания Оно берется в аспекте Как бы со стороны того, что понятно Только в некотором аспекте Потому что как бы исследователь смотрит на первое Со стороны того, что ему понятно То есть как бы сквозь очки этого понятного И видит в первом только то, что это второе может различить Да, мы говорим тогда о схеме Есть некая схема И в это понимание, смотря сквозь схему Исследователь понимает первое Накладывая на него схему Собственно, в симптомологической редукции Это просто есть способы Каким мы переводим Некую наличную данность Некую Не обязательно данность чувствую Например, данность текста Мы переводим в нечто, что мы хотим понять Да, в нечто, что нам понятно И каждый раз просто это понимание В данном случае просто это понимание Оно различено в соответствии с некими этапами Да, того, как оно происходит Сначала некая первичная многообразная данность Из нее конструируется нечто, что можно было назвать феноменом Потом этот феномен, как бы, как некая единичество На самом деле подводится под некую всеобщность Да, вот эдетическая редукция Или В феномене усматривается, можно было бы сказать Некая сущность Ну и третья редукция, она просто стоит Как бы в отдельности Да, эта редукция как бы в эмпирическом Я может точно так же усмотреть Некую сущность Как бы трансцентальная редукция Это вот эдетическая редукция Которая просто направлена на эмпирическое я Иначе говоря, как бы вот в этих во всех редукциях Нет ничего особенного И всякий раз Вот это вот то, что здесь взято как рефлексия И всякий раз, как бы просто Говорится очень много слов о том Что на самом деле является просто простым действием Да, то есть простым способом Каким мы осуществляем понимание То есть наше понимание, естественно, не берет мир во все его целостности А берет его определенных аспектов Которые нам интересны И вот эти вот интересности этих аспектов Да, вот философия, они вот, например, таковы А в какой-нибудь другой науке они другие Да, вот феноменологии Гусселя Вот ему вот он взял Именно эти аспекты Хотя можно было бы рассматривать все это в каких-то других терминах Да, допустим, если физик Физик рассмышлял бы как бы в других каких-то терминах У него была бы эта вот сетка, да Понимание, да Схема Она была бы другая Единственное, что интересно Что у Гусселя есть эдотическая редукция У него есть вообще такая вещь, как усмотрение сущности И вот это вот усмотрение сущности Иногда он говорит о категориальной интуиции Или там интеллектуальной интуиции Собственно, просто Если учесть, что он большое место в своей философии уделяет Некоторому движению, которое осуществляет Кант Вот этому движению Трансцендентально связано с построением трансцендентального субъекта То достаточно странно, что у него есть интеллектуальная интуиция И он как бы это понимает, что она есть И усматривает ее в опыте Тогда как у Канта такая интуиция была невозможна Кант считал, что любая интуиция является только... Человеческая интуиция всегда является только чувственной Что никакой интеллектуальной интуиции человеку недоступна Но у Канта это было связано с тем, что понятия у него имели Исключительно априорное происхождение И поэтому не могла быть, не существовала такая интуиция Как если бы мы усматривали некие сущности в самом мире Мы как бы на самом деле, согласно Канту, накладываем понятия Категории на мир То есть на объекты созерцания И тем самым мы их конституируем Конституруем опыт Собственно, пока я только ввел некие термины И сравнив их с тем, чем занимались мы Пытаясь достигнуть понимания того, что представляется в осознании Но я не буду обсуждать, какие там у Гусселя были этапы В исследовании Собственно, в его феноменологических исследованиях На самом деле Гуссель ставил стандартную задачу Точно такую же, какую ставили перед собой Декарт, Кант, Фихт, Гекель А именно задачу построения философии как строгой науки Причем такой дисциплины, которая бы обосновывала все остальные частные дисциплины То есть философия должна была быть тем фундаментом На основе которого строилось бы все наше знание И собственно, в этом Гуссель просто, опять же, не говорит ничего нового Ну, он и сам признается, что Эта задача, она, собственно, настоятельно стоит уже с незапамятных времен Она просто до сих пор не была удовлетворительно решена И вот он пытается это решение найти в рассуждении Декарта И что интересно, в его картезианских размышлениях Собственно, опять же, нет ничего, что нельзя было бы найти уже у Декарта Его критика Декарта немножко странно Но давайте с этим разберемся Во-первых, Гуссель говорит, что методическое сомнение Декарта Оно приводит у Декарта к некому эмпирическому субъекту Ну, или там Декарт говорит о я Причем это я является единичным я А на самом деле, говорит Гуссель, что у Декарта уже есть все предпосылки Для того, чтобы сразу методическому сомнению То, что Гуссель назвал по феноменологической людьми Перейти сразу же к трансцендентальному И, собственно, как бы вот в этом видит Гуссель некую критику рассуждения Декарта Для того, чтобы показать всю надуманность этого вывода Необходимо, как бы, обратиться к самой философии Декарта Дело в том, что у Декарта его получение На самом деле, здесь нельзя было бы однозначно сказать, что у Декарта есть единичный я Скорее, следовало бы сказать, что у Декарта есть некая неразличенность То ли я это единичное, то ли оно всеобщее Вот этот вопрос у Декарта, он просто остался в тени, он остался непрояснён Потому что Декарт, как бы, с одной стороны, вроде рассуждает о своём я А с другой стороны, вроде говорит о неком всеобщем опыте Но Гуссель, тем не менее, считает, что вот этот опыт, он чреват Из него можно получить трансцендентальное я Давайте разберёмся с этим В чём основная задумка, основное новшество философии Декарта? Оно состояло в том, что Декарт хотел положить начало философии, которая была бы беспредпосылочной В которой бы сама очевидность возникала внутри, из некого опыта Собственно, что такое феноменология, если брать её в простой формуле? Феноменология – это такая философия, которая опирается на опыт И поэтому феноменология, как определённого рода дисциплина, родилась, начиная с философии Декарта Собственно, Декарт первый, который попытался философию поставить на основании опыта Потом этим же занимался Кант, ну естественно, этим даже занимался Гейгельц, его феноменология духа Ну и как бы Гусель просто наследует этой традиции И он берёт эту феноменологию в её чистом виде Но здесь важно что? Важно, что для Декарта его когите эрго сум Когите эрго сум Не должно было быть некоторым умозаключением Если бы в начале философии стояло некое умозаключение Если бы когите, вот это вот эрго, да, следовательно Было бы неким переходом в рассуждение Было бы как бы умозаключением То это означало бы, что Декарту не удалась его беспосылочная философия Ему бы не удалось оттолкнуться от некой очевидности И положить основание философии в этой очевидности Но Декарт именно утверждает Что в когите эрго сум Нет умозаключения А что это есть констатация опыта Но давайте задумаемся над этим Вот Декарт осуществляет методическое сомнение То есть тотальное сомнение Мы говорим Если мы рассуждаем в терминах Декарта То мы будем говорить о мышлении Вот мышление Давайте говорить лучше сомнение Да, потому что Вот сомнение сомневается во всем Но не может сомневаться в себе То есть сомнение Не может сомневаться в себе Сомневаться в себе Иначе говоря Пока сомнение длится Причем это пишет сам Декарт Да? В нем невозможно сомневаться Сомнение, как некий акт Акт сомнения Царим бытием своего акта Доказывает свое бытие То есть акт доказывает Как бы Не что доказывает А является подтверждением своего бытия Акт или действие Сомнение Является подтверждением бытия Тем самым Подтверждением Ипсофакта, как я говорю Тем самым Является подтверждением своего бытия Акт И есть некое бытие Некое несомненное бытие Любой акт Сомнение Любой акт Есть некое Само себе подтверждающее бытие То есть она подтверждает Это не исходя из некой логики А исходя из некоторого опыта То есть собственно Как бы Высказывание Декарта Оно относится к тому Что он обнаружил Что Помимо объектов Помимо Вечного мира Существуют еще некие акты То есть существуют некие действия Которые осуществляют Познающие по отношению к этим объектам И вот То что Обнаружив эти действия Он понимает На самом деле Что вот В этих действиях Находится некое Самоочевидное Основание И оно состоит в том Что пока действие длится Оно Несомненно Да В нем невозможно сомневаться Но Проблема-то состоит здесь в том Что как перейти Так я Понятное дело Что нам язык пренеболивает Когда мы говорим сомнение Мы сразу спрашиваем Сомнение Чье это сомнение К кому оно относится Когда мы говорим мышление Мы сразу говорим Что Кто это мыслит В латинском языке Вообще Когда пишет Когите То есть В самом В самой форме глагола Как бы уже заложено Что Эго Когите Да Заложено Местоимение То есть Это глагол Первого лица И тут тоже Сум Как бы В самом форме Глагола Быть Уже заложено Местоимение Это кто А именно Я Существует Да Но Если вдуматься Как бы Если Не Не поддаваться Чарам языка И задуматься О смысле Того О чем здесь Высказывается То следует Говорить о том Что мы От сомнения Как деятельности Как акта Как некого действия Мы не можем Перейти к Я Перейти к Я Мы не можем В опыте То есть От сомнений К Я Невозможно перейти Невозможно перейти Исходя из Некоторого опыта Ведь нам Декарт Ставит задачу Следующим образом Он же говорит о том Что мы должны Первую очевидность Получить из опыта Из опыта он получает Очевидность Которая состоит в том Что всякий акт Самим своим актом Является Является Некой достоверностью Несомненной достоверностью То есть Несомненным Несомненным Бытием Но из этого не следует Что этот акт Имеет какую-то причину Ну В виде Я Потому что Говорить о том Что Мы говорим о том Допустим Что мышление Несомненно Пока происходит Мышление Что сомнение Несомненно Пока происходит Пока оно существует Как сомнение Пока продействует Сомнение Оно несомненно Оно само Несомненно Но мы не можем Отсюда перейти Точно так же В опыте Перейти к Я Мы должны совершить Умозаключение Мы должны перейти От сомнения Или мышления К его причине Мы должны здесь Совершить уже Логический переход А если мы совершаем Логический переход То тем самым Мы уже получаем Это Я Не как нечто Достоверное в опыте А как нечто Для чего Существенная логика А ведь Декарт Когда совершал Своё Тотальное Когда совершает Своё методическое Тотальное Сомнение Он сомневается Даже в доказательстве Математических Теорем То есть Иначе говоря Он даже сомневается В логике Может быть Логика так устроена Что на самом деле Мы постоянно В ней ошибаемся Иначе говоря У нас нет Такой вещи Как логика И мы не можем Использовать логику Для того Чтобы положить основание Иначе говоря В философии В философии Декарта Доказано только одно Что всякий акт Пока он Совершается Он существует Но не доказано На самом деле Что существует Некое Я Как причина этого акта Но если это так То собственно Не доказано Не только существование Единичного Или всеобщего Я Но и собственно И точно так же Не доказано И невозможно Перейти к процентальному Я Иначе говоря Из позиции Декарта Невозможно Перейти вообще Никакому Я Именно поэтому Философию Декарта Следует на самом деле Чтобы сделать Из нее все-таки Философию Ее следует Переформулировать В терминах сознания Я уже говорил о том Что В чем Гегель Видел недостаток Кантовской философии Кантовская философия Основывается На субъект Объектном Различии И сводит Это субъект Объектное Различие От От Единичного То есть Находит его И В сфере Единичных Субъектов И в сфере Трансцендентальных Субъектов Везде присутствует Вот это Субъект Объектное Различие В чем Проблематичность Этого Различия Проблематичность Этого Различия Во-первых Состоит в том Что если В качестве Объекта Мы возьмем Ну будем Рассматривать Весь мир Да Постепенно Осматривая Как бы Ну я просто Беру весь мир Не потому что Его можно взять Как объект Сразу А просто Потому что Для того чтобы Объяснить Что я имею ввиду То получится Что субъект Он находится Как бы Вне мира Да Потому что Самим Как бы Видом Субъект Объектного Различия Субъект Поставлен Как бы Вне Объектов Он как бы Вне мира Чем это Чревато Это чревато Тем что Возникает Некая Внешняя Позиция Внешняя Позиция За которую Критиковал Канта Состоящая В том Что всегда Нужно Как-то Рассматривать Субъект Объектное Различие Приходится Рассматривать И как Субъект Объектное Различие Со стороны Субъекта Который Собственно Видит Объекты И как бы Извне Есть некая Абсолютная Позиция Потому что Как я Говорю Субъект Как бы Выпал Из мира И для То чтобы Зафиксировать И констатировать Это различие Нужна Некая Абсолютная Позиция Вот эта Внешняя Позиция С которой И рассуждает Кант В критике Чистого Разума Да вот она Собственно Вот это и есть Позиция Самого Канта Кант Стоит на этой Позиции И рассуждает О том Как происходит Познавание Как бы Наблюдая Со стороны Как это Происходит Хотя Такая Позиция На самом деле Должна Была Включена Внутрь Философии Нельзя Как бы Эту Позицию Оставить Вовне Просто У Канта Есть Неотрефлектирование С этой Позиции Но она Связана Не с тем Что Кант Чего-то Там Не понимал Она Просто Связана С тем Что Сама Субъект Объект Различие Требует Такой Внешней Позиции И Третья Третья Проблема С которой Сталкивается Такое Различие Состоит В том Что Если Мы Вначале Философии Ставим Нечтое Различенное Субъект И объект У нас Различены То И В конце Философии То есть В конце Движения У нас Также Возникнет Это Различие Везде Как бы Повторится Иначе Говоря Это Различие В принципе Не может Быть Снят А ведь Речь Идет Философия Всегда Некой Субстанции Всегда Идет Ну Начиная С параменида Всегда Речь Шла О некой Субстанции О Неком Единстве И Собственно Вот Недостатки Кантовской Философии Точнее Скорее Кантовского Построения Да Потому что Гегель Следует Логике Канта Только Просто Он Переформулирует Всю ситуацию Неких Других Терминов Каких Это Других Терминов Давайте Разберемся Другие Термины Это Термины Сознания Он Вместо Термин Субъект Берет Термин Сознания Чем Хорошо Сознание Дело То Что Все Находится В сознании Да Все В сознании Сознание Тотальное И поэтому Различие Которое Выступает В этой Тотальности Есть Просто Различие В самой Тотальности То есть Сама Тотальность Она Само Внутри Себя Различает То есть Сознание Является Некой Средой В котором Наблюдается Различие Самого Же Этого Сознания Направленного На Предмет То есть Мы Видим Что Субъект Объектное Различие В какой-то Форме Сохранилось Но оно Снято Как Различие Непреодолимое Потому что Вот эта Внешняя Позиция Абсолютная Позиция Она На самом Деле Существует Теперь Как Позиция Самой Тотальности То есть Само Сознание Может Осуществлять Эту Рефлексию Почему Потому что Сознание Одновременно Является Всей Тотальностью Иначе Говоря Вот эта Внешняя Позиция Входит В саму Философию И снимается Все проблемы Которые Мы наблюдаем У Канда Субъект Объектное Различие То что Субъект Оказывается Как бы Вне мира И для этого Необходима Какая-то Вроде как Внешняя Позиция Эта же Внешняя Позиция Требует Как раз Введение Неких Вещей В себе И прочее Все проблемы Они на самом деле Связаны Именно с тем Что Субъект Объектное Различие Оно На нем Как бы Педалируется На нем Построено Все движение И собственно Правильное движение Вот гегелевское Вот это гегель Оно должно быть Таковым И когда мы Говорим О Науке Сознания Мы имеем ввиду Вот именно Гегелевские термины Мы говорим О том Что субъект Объектное Различие Оно Чревато Проблемами И мы переходим В термины Сознания В которых Как бы Сознание В силу того Что оно является Сотальностью Снимает Эти проблемы Теперь Возвращаясь Декарту Мы хотели Переформулировать Философию Декарту В более точных Термин Давайте Попробуем Его философию Сформулировать В терминах Сознания В терминах Гегелевских А не Кантус В терминах Гегелевских Получается Что когда мы Говорим О том Что сознание Может Сомневаться Может методически Сомневаться Во всем Что представлено Ему В виде Объекта Но тем не менее Оно Не может Сомневаться В самом себе Иначе говоря Несомненным Опытом Который Является Основанием Беспредпосылочной Философии Является Опыт Самосознания Опыт Самосознания Собственно Гегель так и говорит Что вот этот Опыт Самосознания Он является Некой Достоверностью Финологии Духа Есть целая Глава Посвященная Достоверности Самому Себя Вот это Есть опыт Самосознания Получается Что философию Декарта Можно Переформулировать В терминах Сознания Простым Образом Для этого Ему не нужна Не нужно Введение Этого Я Не нужно Не нужно Умозаключение Причине Сомнений Причине Мышления Потому что Если он рассуждает Субъект Объектным Различий То ему Нужно От самого Действия Перейти К причине Этого Действия То есть Сделать Умозаключение А в данном Случа Никакого Умозаключения Делать Не надо Есть Первичный Опыт Опыт Самосознания Собственно Если Говорить Просто То есть Тот самый Опыт Как я уже Много раз Писал Опыт Я А именно Проживание Самого Себя Проживание Времени Или проживание Бытия Самосознание Это И есть Это То есть Иначе Говоря Философия Декарта Излагается Просто Сознание Может Сомневаться В любых Объектах Но не может Сомневаться В самом Собственно Почему Потому что Сознание Есть Опять же Говорит В терминных Действийность Некая Деятельность И пока Осознание Осуществляется Как деятельность Она не может Подвергнута Сомнению То есть Оно является Для самого Себя Достоверным И это Является Первичной Достоверностью Декарта И именно Так Декарта Понимает Декарта Понимать В терминных Субъект Объектных Отношений Было бы Неверно Тогда Его философия Не выстраивалась И его проект Не получается Вот Собственно Гусер Этого Не замечает И он Рассуждает Как раз В терминных Субъектных У него Даже Более Того Он Даже Говорит Не о Транцидентальном Субъекте А о Транцидентальном Эго Но Мы это Обсудим Дальше Собственно Получается Что Гусер Не может Из Рассуждения Кортезия Из-за Рассуждения Декарта Получить Своё Транцидентальное Эго Но Зачем Оно Вообще Ему Нужно Дело В том Что Вот Как Мы уже Показывали Чистая Феноменология Ну Это Термины Гусер А в наших Терминах Вот Некая Наука Сознания Да Она Имеет И свой Истук Из Необходимости Создать Некую Науку Науку Которая Б Рассматривала Субъект Или Сознание В Неком Всеобщем Аспекте Вот В прошлый раз Я указывал На это Следующая Аналогия Вот Мы говорим Если мы говорим О вещах То У нас Есть Понятия Или категории Да И собственно То что мы Всеобщем Усматриваем В вещах Мы можем Это всеобщая Ну категория Это один из пример Понятия Да Я просто для того чтобы Для простоты Некого объяснения Да Мы Это всеобщее Фиксируем В неких понятиях Ну допустим В категориях И собственно Вот эта вот Фиксация Всеобщего То что мы Обнаруживаем В вещах В понятиях Есть то что На что опирается Наука В своем построении То есть наука Она рассматривает В вещах Не их единичность А рассматривает Их со стороны Всеобщества То есть Всеобщность Служит Способом В вещах Служит способом Построения Науки Науки о вещах Если можно Так выразиться Вот точно так же Теперь Если мы в качестве Сущего Берем Субъекты Либо сознание Я пока беру Тереми Субъект Здесь тоже Использую Для того чтобы Быть более Понятным То для них Должны быть Какие-то Свои категории Ведь это Сущие Другое Сущие Вот Хадир Говорил Что для них Существуют Допустим Экзистенциалы Экзистенциалы Это Некие Понятия Которые Фиксируют Переживания А нам Хотелось На самом деле Построить Чистую науку То есть Как бы Нечто похожее На логику Более близкую К логике Чем Переживания И тогда Мы должны Были бы Выстраивать Некую То что Я назвал Наукой Сознания И потому Когда Гуссель Говорит о том Что Для построения Чистой феноменологии Требуется Трансцентальный Субъект Он на самом деле Устремляется В этом же направлении Которое Мы Говорит о том Что Субъекты Сознания Должны быть Рассмотрены Для того чтобы Мы могли Построить Некую Науку Причем Гуссель Претендует На построение Фундаментальной Науки То есть Философия Должна быть Некой Строгой Наукой Которая Обосновывает Все другие Науки Так вот Именно Поэтому Требуется Перейти От Эмпирического Субъекта К Некому Трансцентальному Субъекту Именно Трансцентальный Субъект Он является Научным Субъектом Субъектом Науки Потому что Единичный Субъект Ну или Эмпирический Субъект Это Субъект Подверженный Страстям Ошибкам Непоследовательности Каким-то Многообразным Единичным Качеством А поскольку Наука Занимается В Всеобщим Вещем То Собственная Наука Должна Заниматься В Всеобщем Субъек И Всеобщим Субъект Является Трансцентальный Субъект Можно Был бы Сказать Трансцентальная Структура Трансцентальная Структура И эта постановка Вопроса Является На самом деле Постановка Вопроса Канта Собственно Просто Гусель Здесь Возвращается Канта Но делает Это Гусель Как мне кажется Насколько Я его понимаю Как-то Не последовательно Давайте Почему Не последовательно Ведь Если Речь Идет О Трансцентальном Субъекте То есть Трансцентальный Субъект Как некий Научный Субъект Или Лучше Говорит Как Субъект Науки Тот Субъект Всеобщий Который Всякая Наука Видит В различных Единичных Субъектах Как мы Говорили Про вещи Есть вещи А есть Идеи Многообразие Единичных Вещей Выражается В одной Идеи Например Многообразие Единичных Столов Описывается Одной Идеей Стола В этой же Аналогии Научный Субъект Для всех Единичных Субъектов Один Он и представляет Некую Структуру Всеобщную Структуру Которую Философия Усматривает Субъектности Как в Некой Сущности Вообще Вот есть В каждом Человеке Сущность Некая Структура Эта Структура Она просто Для всех Одинакова Но почему Гусель В картезианских Размышлениях По крайней мере Размышляет Когда дело Доходит От интерсубъективности Он говорит О том Что один Трансцендентальный Субъект Общается Взаимодействии С другим Трансцендентальным Субъектом То есть Иначе говоря Он Трансцендентальный Субъект Понимает Как-то Эмпирически Понимает Что трансцендентальный Субъект Это какой-то Другой Единичный Трансцендентальный Субъект Потому что Не могут Встретиться В никаком Опыте Два Трансцендентальных Субъект Потому что Трансцендентальный Субъект Это Как идеи Увещи Не могут Встретиться Две идеи Встречаются Только две вещи То есть Так же Встречаются Два единичных субъектов, никаким образом не могут встретиться трансцендентальный субъект. Трансцендентальный субъект вообще один для всех. То есть, так же, если мы берем, допустим, не знаю, как родовидовое различие. Род для многих видов. Много видов сводится к одному роду. Не получается так, на самом деле, что когда виды с друг с другом сходятся, то в них сходится род с друг другом. То есть, вот это отношение между родом и видом, отношение между вещью и идеей, и отношение между различными субъектами, это совершенно различные отношения. Если гусер допускает в интерсубъективности столкновение двух трансцендентальных субъектов, это означает, что просто либо он не понимает задачу того, что он назвал чисто феноменологией, либо просто он скатывается, скатывается, опять же, к эмпиризму, то есть скатывается к пониманию трансцендентального субъекта исключительно как субъект единичный. Он считает, что это точно такой же субъект, как субъект единичный. Причем гусер обнаруживает некую всеобщую структуру. Структуру наэмы и наэзиса. Что такое наэма и наэзиса? Можно было бы исходя из своих терминов, если взять греческие аналогии, считать, что это мышление и то, что мыслится, предмет мышления. Но на самом деле, дело в том, что поскольку везде речь у гуселя идет о неких редукциях, то вот эти элементы, хоть они и удержаны как, являются некими смыслами, но на самом деле, они должны указывать на некое фундаментальное отношение, в котором выстраивается любой опыт, любой опыт сознания. Иначе говоря, это же различие проявляется и в восприятии, и в воображении, и в мышлении. На самом деле, если рассматривать его со стороны своего простого развлечения, то это есть не что иное, как развлечение акта и объекта. И, собственно, в построении гуселю не хватало только добавить субъекта. Вот у него есть наэма и наэзиса, это представляет собой акт, направленный на некий объект. Ну, здесь объект совершенно различного смысла. Это может быть и чувственный объект, то есть восприятие, это может быть и мысленный объект, то есть смысл некий мышления. Это совершенно существенно. Ему надо было бы добавить сюда дополнительную картину некого субъекта. И вот он его добавляет в этот трансцендентальный свой субъект. Иначе говоря, гей Гусер не удержался и субъект объектное различие спустил в то, что он назвал чистой феноменологией. Иначе говоря, у него чистая феноменология, она основана, опять же, на кантовском развлечении, что есть некий всеобщий субъект, есть некий всеобщий объект. И, собственно, различие субъекта объекта является не только различием, которое проявляет себя в единичности для единичного субъекта, но это различие, которое также фундаментально для науки, для науки, связанной с субъективностью. На самом деле, для того, чтобы развивать то, что я называю наукой сознания, то, что Гусер называет чистой феноменологией или трансцендентальной феноменологией, у всех этих дисциплин есть некое общее содержание, некая общая идея того, что представляет собой некое чистое исследование субъективности. Существует два способа, какие мы можем к этой субъективности теоретизировать. То есть у нас есть некий пример, вот эта субъективность – это единичное сознание, единичный субъект и единичное сознание. И мы можем восходить, мы можем, можно сказать, обобщать, да, либо единичный субъект и вводить трансцендентальный субъект. Это вот линия Канта. И по ней пошел Гусер. Либо брать сознание и возводить его во всеобщее сознание. Это путь Генея. А путь Канта, ну или путь также Гусерля, он является тупиковым. И вот теперь очень важно проанализировать, почему это так. Дело в том, что этот путь трансцендентального субъекта, он проанализирует статус сознания. Получается так, что сознание представляет собой некую способность. Способность субъекта. Трансцендентального субъекта. Ну, причем получается так, что сознание ставится, мы уже много раз обсуждали, что такое способности, сознание ставится в один ряд с другими способностями. Способность восприятия, способность мышления, воображения, представления и прочее. Что такое способность? Давайте сначала разберемся с этим. А почему вообще, допустим, восприятие и мышление это способности? И почему сознание как бы проблематично назвать способностью? Способность это способ. Это способ. Каким познающий выхватывает в мире некий аспект реальности. Ну, не только в мире. Ну, выхватывает в объекте некий аспект реальности. То есть, это некий способ отношения к объекту. Ну, например, способность, если брать способность чувственной, допустим, зрение выхватывает в мире, ну, мир представляет собой вначале некую как бы нерасчлененность, предположительно, да, и когда и наше зрение выхватывает в мире как бы образы, да, слух выхват направлен на фиксацию звуков, чуть-чуть, тактильное ощущение на фиксацию неких твердостей, там, различных тактильных ощущений. Точно так же восприятие в целом, да, направлено на то, чтобы выхватить некоторый объект в своей чувственной составляющей. Мышление направлено на то, чтобы постигнуть смысл, да, для того, чтобы удержать смысл или двигаться в смысл. Иначе говоря, всякая способность, она вот имеет характер субъект объектного различия. Оно, с одной стороны, является, с одной стороны, направлено на некоторый объект, да, из которого вот это вот и есть способность, да, способность. Это некая активность, которая, с одной стороны, направлена на объект, из которого она выхватывает свой, то, что может выхватить, да, всякой способности соответствует определенному роду предмет, который она может усмотреть. Всякая способность, она является всегда ограниченной частной способностью, она не может быть универсальной. Она именно направлена на некоторый особый аспект, который она может высветить, который она может выхватить. И, соответственно, если мы говорим о том, что способность, есть некая активность, которая направлена на объекты, который выхватывает из этого объекта определенный его аспект, то мы говорим о том, что есть некая причина, которая является причиной этой активности. Вот эти причины этой активности, естественным образом, называют субъектом. Собственно, субъект и объектное различие, оно как раз и относится к тому, что мы называем способностью. И поэтому, когда мы говорим о трансцендентальном субъекте, то у нас возникает проблема со статусом сознания. Что такое сознание? Сознание, тогда, если все является субъектом, объектным, то сознание некуда деваться, оно становится некой способностью. Тогда возникает следующая проблема. Первая проблема связана с тем, что тут в самом определении того, что представляет свою способность, указано, что каждой способности соответствует свой предмет. Каждой способности свой предмет. Почему? Потому что способность, в принципе, нацелена на то, чтобы высветить некой нерасчеленной реальности, или в нечто, допустим, в неком объекте, высветить определенный его аспект. То есть то, что способность может высветить. Собственно, способность от слова способ. То есть способ, то, что... Или возможность, да. Способность есть и способ, или возможность, которую она может высвечивать. То есть, допустим, можно взять аналогию с какими-нибудь физическими приборами. Один прибор может, допустим, измерять только скорость, да, там, допустим, и не может измерять тяжесть. Другой измеряет тяжесть. Третий прибор, допустим, измеряет плотность. В общем, разные приборы, они у них, в силу их устроения, да, в силу их возможностей, они нацелены на отдельные аспекты реальности. И мы различные аспекты реальности измеряем с помощью различных средств. То есть также способности наши, по аналогии, да, вот они... Каждая из них, она направлена на нерасчленный мир и может выхватить из него только то, на что она способна. Да, вот, каждая способность соответствует предмету. И тогда, а какой предмет? Есть ли особый предмет у сознания? А такого предмета нет. Нет особого предмета. Предмета у сознания. И поскольку его нет, то тем самым сознание отличается от всех способностей, у которых у каждой способности есть свой конкретный определенный предмет. То есть тот аспект, который она может высветить. Второе. А второе самое удивительное, что любой предмет любой способности может быть сознаваемым. То есть на него может быть направлено сознание. То есть может стать предметом сознания. Если любой предмет любой способности может стать предметом сознания, Получается, сознание некая универсальная способность, которая может быть направлена на любой предмет Но если бы существовало только два довода, то мы не могли бы делать вывод отсюда, что сознание не является способностью Может быть она такая специфическая универсальная способность Но существует еще и третий довод, состоящий в том, что если нет сознания, то нет и субъекта Иначе говоря, в сознании есть некая сущность, некий феномен, который существенным образом связан с субъектом Если нет сознания, то нет субъекта А в способностях, если у нас не работает какая-то способность, допустим, мы не мыслим, то субъект никуда не исчезает Или, допустим, если, условно говоря, мы не видим, закрыли глаза, то субъект опять же никуда не исчезает Потому что субъект не зависит от способности Потому что субъект сам по себе, а способности они сами по себе А здесь получается, что субъект и сознание существенно связаны Если нет сознания, то нет ничего Почему? Потому что субъект исчез И вот это вот особое положение сознания Оно предъявляет некий Оно является возражением По отношению к тому, чтобы брать его как способность Сознание нельзя брать в качестве способности я И получается, что представление о трансцендентальном субъекте Вообще о всеобщем субъекте Оно оказывается проблематичным Потому что вообще непонятно статус сознания Если сознание является способностью субъекта А у субъекта нет ничего, кроме способности Потому что в самой постановке вопроса о субъекте Субъект имеет, вот смотрите, субъект-объектное различие у нас Как она фиксируется? Сама постановка субъект-объектного различия состоит в том Что субъект дан в качестве некой причины Которая обладает некими возможностями Либо способностями То есть, собственно, субъект и способности Субъект выражает себя способностью Выражает себя Нет другого характеристики субъекта Кроме того, что он является Причиной способности То есть, он является Можно было бы так сказать Что субъект определяется своими способностями Поэтому сознанию некуда Для того, чтобы выразиться в субъекте Сознанию можно единственным только способом А именно тем способом Что сознание станет способностью субъекта Но это, оказывается, проблематично Тут есть еще одно возражение Но оно является более тонким Оно состоит в том, что Если сознание является способностью сознания То получается, что субъект находится как бы вне сознания То есть, в сознание погружен объект А субъект находится как бы вне То, что является его причиной Это то же самое возражение Просто в иных терминах Когда я говорил о том, что если Мы говорим о субъектах объектном различии И если объект мы рассматриваем О всей своей полноте как вне к ним мир Получается, что субъект как бы вне мира Ну, поскольку Представление о субъекте проблематично Потому что оно предполагает, что субъект как бы вне мира Находится вне сознания То есть, всякий раз субъект Для того, чтобы разговаривать о субъекте Нужен встать на абсолютную позицию Вне мира, вне сознания Встать на такую позицию, которая нефеноменологична Встать на которую мы не можем Поскольку такого опыта нет То представление о трансцендентальном субъекте Или вообще о всеобщем субъекте Оно является тупиковым развитием чисто феноменологии Тупиковым развитием такой дисциплины, как наука сознания Поэтому лучше двигаться по пути Гегеля И говорить о всеобщем сознании Потому что все эти проблемы сняты тем способом Что мы не можем выйти за рамки сознания То есть сознание Сфера сознания Она является сферой, полем Пространством Это является некой тотальностью И все происходит внутри сознания То есть, собственно, и субъект находится внутри сознания И объекты Допустим, мысленные объекты Воспринимаемые объекты Воображаемые объекты Все находятся внутри сознания Все происходит внутри сознания У нас, во-первых, исчезает необходимость вот такой внешней позиции Во-вторых, сознание не встает быть некой способностью Сознание становится своего рода неким особого рода сущим Которое требует своего понимания Еще есть некое возражение в отношении философствования Гусерля Но оно связано с тем, как Гусерль понимает, что такое объект Дело в том, что Гусерль, несмотря на то, что он говорит о феноменологической редукции Несмотря на то, что он понимает о феноменологической редукции Когда мы осуществляем феноменологическую редукцию, он, допустим, будет говорить о восприятии Когда мы переходим от восприятия к некому феномену, удерживаемому в мышлении То тем самым мы перешли от одного объекта к другому И только сохранилась связь между ними О которой мы постоянно помним, поскольку этот феномен указывает на многообразие опыта, который мы имели в восприятии Но Гусерль почему-то рассуждает в этом переходе о способах данности этого объекта То есть разговор о способах данности может возникнуть только в том случае Если объект один и тот же, если есть некая инстанция, которая удерживает этот объект как один и тот же Несмотря на многообразие отношений, которые к этому объекту разворачиваются Если мы говорим о способностях, то тогда такой удерживающей инстанцией является сознание То есть сознание, поскольку оно само себя сохраняет, оно тем самым сохраняет свое отношение к объектам И объекты точно так же заражаются Если так можно сказать Заражаются Единственным сознанием Они становятся чем-то таким, что точно так же сохраняются во времени То есть сознание дает возможность конституировать такую вещь, как объект И поэтому с позиции сохраняющего сознания можно говорить о том, что объект постигается, как я рисовал Как некая гармошка такая, которая всегда рассматривается в своем единстве Состоящая из пластов, да, вот объект как бы так вот расслаивается На воспринимаемое, на воображаемое, представляемое, мысленно На самом деле можно было бы здесь градацию увеличить Но просто у нас полное изучение всех слоев расслаивания объекта Просто перед нами такая задача сейчас не стоит Но самое интересное состоит в том, что вот это вот расслаивание в сфере сознания Представляется, поскольку сознание мы представляем как нечто пространство То есть как некую сферу Оно, его нужно рассматривать следующим образом Вот у нас есть как бы сознание То есть субъект И субъект относится вот ко всем этим сферам Которые являются не сферами в виде слоев А сферами рядоположными То есть мышление, восприятие, представление, воображение Они даны рядоположным в сознании То есть сознание, как я и говорил, является неким единым основанием Которое позволяет совершенно различных сущностей Объекты, предметы различных способностей свести воедино То есть установить между ними некую связь И это возможно только благодаря сознанию Иначе говоря, только благодаря сознанию Вот эта вот многообразная расслойенность Она опять же схлопывается в нечто Что мы называем единым объектом И объект представляет собой Объект не расслабивается по своим способностям А наоборот собирается И представляет собой, допустим, вещи с многообразными свойствами Но у Густерля Представление о способе данности объекта не таково У него получается, что как бы объект предлежит Иначе говоря Иначе говоря, поскольку он вообще говорит о некой феноменологической редукции То, как мне кажется, он не усматривает Что мышление и восприятие способностей рядоположных Хотя он говорит о усмотрении существовательного Все понятно Но никакой редукции не требуется Редукция – это перевод Сама редукция обосновывается, исходя из того, как понимается сознание Потому что как бы редукцией получалось бы, что из восприятия Происходит некая связь с мышлением То есть объект восприятия редуцируется к объекту мышления То есть устанавливается связь внутри сознания Между воспринимаемыми мыслями Но эта связь, на самом деле, есть нечто уже дополнительное Само сознание, как оно есть Само сознание, как оно есть Эта связь не нужна Иначе говоря, вот эти все редукции Они являются чем-то дополнительным Чем-то как бы ненужным Потому что более первичным является Само бытие сознания До которого, кстати, Гусель почему-то не доходит Хотя много об этом рассуждали Ну, например, Гусель понимает, что весь опыт есть опыт сознания Но вот он не доходит до того, что если говорить о том, что сознание есть нечто пространственное И оно является основанием для всех предметов разных способностей То никакое представление редукции просто не нужно Поэтому мы говорим не о редукциях, а о понимании То есть понимание – это как раз установление связи между различными сферами Которые существуют в сознании Есть некая сфера расприятия Давайте рассмотрим это с позиции того, как мы понимаем Что такое представляет собой единичный субъект Единичное сознание Вот у нас есть фокусное сознание Тут периферическое Так вот фокусное сознание Вот здесь, допустим, восприятие, а здесь мышление Каким образом фокусное сознание связано с восприятием? Оно просто перемещается сюда, внимание То есть как бы передвигается И так вот оно переходит сюда И тем самым находится в воспринимании Потом оно передвинулось сюда и находится в мышлении Иначе, говорят, всякий раз Вопрос идет просто о том, что есть некие сферы А они всегда есть То есть всегда есть позиции, к которым мы можем перейти в любой момент А именно позиции восприятия Всегда есть позиции, к которым мы можем опять перейти в любой момент А именно позиции мышления И мы можем сколько угодно налаживать между ними связь Для этого нам не надо никакие редукции И вообще размышления о том, что есть какие-то редукции Все это как бы глупости Потому что эта связь, она есть связь живая Связь восприятия и мышления Это не связь, как если бы мы насосом качали Из восприятия в мышление какую-то информацию А она связь, которая постоянно возобновляется Которая постоянно воспроизводится Она находится как бы внутри сознания Сознание просто перемещает свой фокус С восприятия, на мышление Ну или, допустим, на какую-то способность Еще, допустим, способность воображения На воображение И она может всякий раз Внутри определенного опыта Совершать вот это вот передвижение То есть я внутри восприятия могу Передвинуться и начать мыслить Прямо уже внутри восприятия Иначе говоря, эти сферы, они как в пространстве Они как-то пересекаются Они как-то вот расположены каким-то образом Каким образом это об этом нельзя говорить Потому что это уже вопрос не философский Это скорее вопрос уже каких-нибудь частных Наук психологии, физиологии и прочее Нам это и несущественно Существенно, и сама постановка вопроса Постановка вопроса, которая говорит о том, что все эти рассуждения Редукции есть нечто лишнее и не нужно И тут есть еще одно маленькое замещение Опять же связанное с философией Гуселя Вот я говорил о том, что Сознание Как сохраняющийся во времени Оно и конституирует опыт Такой опыт, как Опыт я или опыт внутреннего проживания времени И вообще внутреннее проживание времени Возможно только благодаря тому, что сознание Стоит во времени И относительно этого стоящего сознания Все остальное двигается В частности переживания Именно благодаря тому, что это возможно Возможно такой опыт, как опыт я Ну или Проживание внутреннего времени Времени Проживание бытия Проживание самого себя и прочее На самом деле Этот опыт я можно описывать различным способом В зависимости от того, на что Наше сознание обращает внимание Либо на сами акты Либо на предметы Либо как бы на На целостность Да, самого опыта Но вот гусель Вот этой проблематике Почему-то он не понимает Или как бы он ее не видит, что ли У меня получается так Что сознание Проживается То есть Сознавание Я специально говорю сознавание А не сознание Потому что сознание С одной стороны Апеллирует к некому феномену А с другой стороны Апеллирует к действию этого феномена Да, поэтому лучше говорить сознавание Сознавание Это и есть переживание Так вот Сознавание не является переживанием Потому что В этом случае Если бы сознание Двигалось во времени Если бы оно было переживанием То это бы означало Что никакого опыта Яа был бы невозможным Сознание во времени Как раз стоит И более того Я как показал Почему сознание во времени стоит Потому что он представляет собой С другой стороны схему Да а схема начинается с того, что она, это в своих докладах, посвященных пониманию, я это попытался обосновать, что схема, прежде всего, элиминирует время, потому что время есть то, что, прежде всего, нам непонятно. И когда мы сводим к чему-то понятному, то все это понятное, оно находится как бы вне времени. Все наши теории, все наши построения, они всегда находятся как бы вне времени. И само время в этих построениях, оно дано как бы вневременным образом, каким-то идеальным способом. Поэтому первым делом всякого рода понимание, оно элиминирует время. И это не даром, потому что само сознание находится как бы вне времени, и вообще говоря, оно как бы нацелено на то, чтобы всяческим образом время элиминировать. Ну и при все это совершает оно, это действие оно совершает в понимании. Так вот, у Гуселя вот этого развлечения нет, и он переживания сбрасывает в сознание. Хотя переживания связаны, конечно, с «я», с этим нельзя спорить. Почему так происходит? Почему у Гуселя сознание связано с переживанием? Ну потому что сознание является способностью «я», или как бы некой характеристикой «я». И постольку, как бы, переживание как некой характеристик «я», а там как-то там, оно не различается. То есть, просто среди многообразных характеристик, есть переживание, для того, чтобы понять, что в чем состоит сознание, оно понимается как переживание. И более того, его ученик Гуселя, Хадигер, да, вот он пошел как раз по пути того, что он различил сознание и переживание. Вообще сознание он как бы оставил в стороне. Он оставил в стороне трансцентрального субъекта. Собственно, его дозайн есть не что иное, как единичный субъект, да, который и все его экзистенциалы, они вот как раз связаны с переживанием. У Хадигера вообще слово «сознание», оно теряет какой-то смысл всякого рода, да, и его вообще термин он не использует. Он полностью опирается на термин «переживание». И у него единичный субъект, он в своих переживаниях выступает в виде вот некого там, выстраивает некого рода мира, да, вот, который можно было бы характеризовать через экзистенциалы. Но мы различаем сознание и переживание, мы их существенным образом различаем, потому что сознание не вне времени находится, а переживания всегда во времени. Эти всегда во времени. Философий Гусселя представляет собой какую-то действительно, действительно, как бы, серьезное исследование, но вот эти возвраты, да, к Канту и Декарту, они не случайны. Иначе говоря, саму постановку вопроса, в чем вопрос философии, да, он заимствует из классической философии, он, собственно, остается в рамках вот этого классического представления. Ему не удается поставить вопрос, и удается, видимо, только Хайдегеру, да, вот поставить вопрос в каком-то новом ключе. Спасибо. 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 Спасибо.